Евангелие от Луки, глава 19. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса. Кто он? Но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо бы на мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу, Господи, половину имения моего я отдам нищим. И если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему, ныне пришло спасение, думай сему, потому что и он сын Авраама. Ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Когда же они слушали это, присовокупил притчу. Ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться царствие Божие. И так сказал. Некоторый человек высокого рода отправился в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же десять рабов своих, дал им десять мин и сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав, не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, господин, мина твоя принесла десять мин. И сказал ему, хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление десять городов. Пришел второй и сказал, господин, мина твоя принесла пять мин. Сказал и этому, и ты будь над пятью городами. Пришел третий и сказал, господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему, «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?» И сказал предстоящим, «Возьмите у него мину и дайте имеющему десять мин». И сказали ему, «Господин, у него есть десять мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Вифаге и Вифании, горе называемой Елеонскую, послал двух учеников своих. Сказав, «Пойдите в противолежащее селение, войдя в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите». И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так, «Он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. «Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им, зачем отвязываете осленка?» Они отвечали, «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него и Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велегласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря, «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему, «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ, «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возобьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем. И сказал, «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окупами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им, «Написано, дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его, и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его». Евангелие от Луки, глава 20. В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему, «Скажи нам, какую властью ты это делаешь, или кто дал тебе власть сию?» Он сказал им в ответ, «Спрошу я вас об одном, и скажите мне, крещение Иоанна вас с небес было или от человеков?» Они же, рассуждая между собой, говорили, «Если, скажем, с небес, то скажут, почему же вы не поверили ему?» «А если, скажем, от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк». И отвечали, «Не знаем откуда». Иисус сказал им, «И я не скажу вам, какую властью это делаю». И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградаре, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того, изранив, выгнали. Тогда сказал господин виноградника, «Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидев его, постыдятся?» Но виноградари, увидев его, рассуждали между собой, говоря, «Это наследник. Пойдем, убьем его, и наследство его будет наше». И, выведя его вон, из виноградника убили. Что же сделать с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградаре тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это, сказали, «Да не будет». Но он, взглянув на них, сказал, «Что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый, сделался главой угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется. А на кого он упадет, того раздавит». И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его учитель, «Мы знаем, что ты правдиво говоришь, и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божий учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Он же, уразумев лукавство их, сказал им, «Что вы меня искушаете? Покажите мне динари, чье на нем изображение и надпись». Они отвечали «Кесаревы». Он сказал им, «Итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божия – Богу». И не могли уловить его в слове перед народом, и, удивившись ответу его, замолчали. Тогда пришли некоторые из садукеев, отвергающих воскресенье, и спросили его учитель, «Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему. Было семь братьев. Первый взяв жену, умер бездетным. Взял ту жену второй, и тот умер бездетным. Взял ее третий, также и все семеро, и умерли, не оставив детей. После всех умерла и жена». Итак, воскресенье, которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою. Иисус сказал им в ответ, «Чья до века сего женится и выходит замуж? А сподобившиеся достигнуть того века и воскресенье из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам, и суть сыны Божьи, будучи сынами воскресения». А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при Купине, когда назвал Господа Богом Авраама, и Богом Исаака, и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. На то некоторые из книжников сказали, «Учитель, ты хорошо сказал», и уже не смели спрашивать его ни о чем. Он же сказал им, «Как говорят, что Христос есть сын Давидов». А сам Давид говорит в книге Псалмов, «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесну и меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих». Итак, Давид Господом называет его, как же он сын ему. И когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим, «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на першествах, которые поедают дамы-вдов и лицемерно долго молятся, а не примут тем большее осуждение». Евангелие от Луки, глава 21. Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты, и сказал, «Истинно говорю вам, что бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал, «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено». И спросили его, «Учитель, когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти?» Он сказал, «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко, не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец. Тогда сказал им, «Восстанет народ на народ, и царство на царство, будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба». Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоге и в темнице, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце, не обдумывать заранее, что отвечать, ибо Я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят. И будете ненавидимы всеми за имя Мое. Но волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. И кто в городе, выходи из него. И кто в окрестностях, не входи в него. Потому что это дни отмещения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Ибо великое будет бедствие на земле, и гнев на народ сей. И падут от острия меча. И отведутся в плен во все народы. И Иерусалим будет попираем язычниками. Доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в солнце и луне и звездах. А на земле уныние народов и недоумения. И море вошумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную. Ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят сына человеческого грядущего на облаке силою и славою великую. «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». И сказал им притчу. «Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие». Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. «Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь. Досподобитесь избежать всех-всех будущих бедствий и предстать пред сына человеческого». Днем он учил в храме, а ночью выходя проводил на горе, называемой Елеонскую. И весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его. Псалом 103 Благослови, душа моя Господа, Господи, Боже мой, Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием, Ты одеваешься светом, как ризую, Простираешь небеса, как шатер, Устрояешь над водами горние чертоги Твои, Делаешь облака Твоею колесницей, Шествуешь на крыльях ветра, Ты творишь ангелами Твоими духов, Служителями Твоими огонь пылающий. Ты поставил землю на твердых основах, Не поколеблется она во веки и веки. Бездною, как одеянием покрыл Ты ее, На горах стоят воды. От прещения Твоего бегут они, От глаза грома Твоего быстро уходят. Восходят на горы, Нисходят в долины, На место, которое Ты назначил для них. Ты положил предел, которого не перейдут, И не возвратятся покрыть землю. Ты послал источники в долины, Между горами текут воды, Паят всех полевых зверей, Дикие ослы утоляют жажду свою. При них обитают птицы небесные, Из среды ветвей издают голос. Ты напояешь горы с высот Твоих, Плодами дел Твоих насыщается земля. Ты произращаешь траву для скота, И зелень на пользу человека, Чтобы произвести из земли пищу. И вино, которое веселит сердце человека, И илей, от которого блестает лицо его, И хлеб, который укрепляет сердце человека. Насыщаются древа Господа, Кедры ливанские, которые Он насадил, На них гнездятся птицы, Ели, жилища Аисту, Высокие горы с серном, Каменные утесы, убежище с зайцем. Он сотворил луну для указания времен, Солнце знает свой запад. Ты простираешь тьму, и бывает ночь, Во время нее бродят все лесные звери. Львы рыкают о добыче и просят у Бога пищи себе. Восходит солнце, и они собираются и ложатся в свои логовища. Выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, Земля полна произведений Твоих. Это море великое и пространное, Там присмыкающиеся, которым нет числа, Животные малые с большими. Там плавают корабли, Там этот левиафан, которого Ты сотворил, играть в нем. Все они от Тебя ожидают, Чтобы Ты дал им пищу их в свое время. Даешь им – принимают. Отверзаешь руку Твою – насыщаются благом. Скроешь лицо Твое – метутся. Отнимешь дух их – умирают и в персть свою возвращаются. Пошлешь дух Твой – созидаются, И Ты обновляешь лицо земли. Да будет Господу слава вовеки! Да веселится Господь о делах своих! Презирает на землю, и она трясется. Прикасается к горам и дымятся. Буду петь Господу во всю жизнь мою. Буду петь Богу моему, доколе есмь. Да будет благоприятна Ему песть моя. Буду веселиться о Господе. Да исчезнут грешники с земли. И беззаконных да не будет более. Благослови душа моя, Господа! Аллилуйя! Книга пророка Осии, глава двенадцатая. Ефрем пасет ветер и гоняется за восточным ветром. Каждый день умножает ложь и разорение. Заключают они союз с Ассуром, и в Египет отвозится елей. Но и с Иудою у Господа суд. И он посетит Иакова по путям его, воздаст ему по делам его. И еще во чреве матери запинал он брата своего, а возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог. Плакал и умолял его. В Вифиле он нашел нас и там говорил с нами. О Господе есть Бог Саваоф, сущий Иегова, имя Его. Обратись и ты к Богу твоему. Наблюдай милость и суд, и уповай на Бога твоего всегда. Хананиянин с неверными весами в руке любит обижать. И Ефрем говорит, «Однако я разбогател, накопил себе имущество, хотя во всех моих трудах не найдут ничего незаконного, что было бы грехом. А я, Господь Бог твой, от самой земли египетской опять поселю тебя в кущах, как во дни праздника. Я говорил к пророкам и умножал видения, и через пророков употреблял притчи. Если Галаат сделался Овеном, то они стали суетны. В Галгалах соколали в жертву тельцов, и жертвенники их стояли, как груды камней на межах поля. Убежал Иаков на поля сирийские, и служил Израиль за жену, и за жену стерег овец. Через пророка вывел Господь Израиля из Египта, и через пророка он охранял его, сильно раздражал Ефрем Господа. И зато кровь его оставит на нем, и поношение его обратит Господь на него. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok